Московские старости Радио французской прессы Знаменитый полярный исследователь Амундсен Прибыл в Нью-Йорк для подготовки Новой экспедиции к Северному полюсу Которая рассчитана на 5 лет Телеграмма Славбюро Польские газеты сообщают, что в Америке Умер миллионер Белевич, который Перед смертью завещал свое имущество Начальнику Польской республики Пилсудскому. Наследство составляет Несколько миллионов долларов, что Составит на польской марке много миллиардов Белевич – дальний родственник Пилсудского Газета «Время» Берлин По только что полученным сведениям из турецких источников В Туркестане вспыхнуло восстание Которое принимает все более широкие Размеры. Волнение перекинулось В Бухару. Повстанцы разрушают Железную дорогу и грабят продовольственные Склады. Для подавления Восстания в Ташкент стягиваются Большевистские части Получены новые сведения о пребывании в Софии Бывшего великого князя Николая Николаевича Который ведет оживленную переписку Со всеми уцелевшими членами Дома Романовых С генералом Врангелем Бывший великий князь имел свидание Еще до приезда в Софию В Москве Большевики разрабатывают проект надзора За театрами. Согласно проекту Так называемой репертуарной комиссии Предоставляется право оценки пьес Не только с художественной, но и с политической И общественной точек зрения Надзор за исполнением пьес Возлагается на специальную комиссию Об этом писали газеты 3 апреля 1922 года Подписывайтесь на наш канал Вопросы задавайте в комментариях МОСКОВСКИЕ СТАРОСТИ СТО ЛЕТ ТОМУ НАЗАД МОСКОВСКИЕ СТАРОСТИ МОСКОВСКИЕ СТАРОСТИ